Добрый день с вами Алексей Шумилков компания грузовые прицепы коммерческий директор рассмотрим полуприцеп бортовой трехосный 13.7 полуприцеп бортовой стилбир выполнен на трех осях под высоту седла 1250 миллиметров бород 740 миллиметров выполнен на стяжках если вот обратить внимание вот здесь я рукой убираю видим где стяжки полностью стянут насквозь шпилька его пронизывает и стягивает все эти алюминиевые доски это очень надежно и очень качественно полуприцеп выполнен на ногах опорных сав нагрузка на опорное устройство 12 тонн полуприцеп как я и сказал выполнена на осях сав подвеска модуль это барабанный тормоз на полу рессоре если мы зайдем вовнутрь но здесь вот как раз мы видим усиленную балку полу рессору нашу сотую увидим подушку 310 и красный усиленный амортизатор это усиленная подвеска модуль которая предназначена для опять же как повторяюсь за бездорожья для полу где дороге не очень и асфальт не очень то вот на этих осях на этой подвеске именно на барабанную тормозе на усиленных осях вы можете комфортно и устойчиво и работает без всяких проблем также на полуприцепе мы видим съемная корзина болтовая это с крепежом для запасного колеса тягача она же болтовая если она вам не нужно для облегчения веса вы можете либо открутить крепление и и снять соответственно вообще убрать облегчить конструкцию полуприцепа либо ее перенести в переднюю часть за стилберовский обтекатель вот сюда можно ее просто прикрутить она съемная на ваше усмотрение корзина съемная вы можете ее переставлять зависимости от того как вам нужно также на полуприцепе установлен алюминиевый задний брус таклер светодиодная электрика светодиодные фонари здесь и по всей длине вот эти красненькие это все светодиодная электрика фирмы герман германия оспек как бы в идеале бы открыть посмотреть какие-то борта на полуприцепе здесь скобы для крепления груза но мы хотели показать но тут что-то все замерзло вдоль длины борта мы видим для крепления груза скобы вот и сейчас коллега поближе подойдет скоба у нас получается мы используем звуевскую скобу на 2 с половиной тонны у нас получается 12 скоб с одной стороны 12 с другой стороны все 24 штуки то есть производство звуев германия коник чтобы сразу показать он у нас борт уже заранее открыт бор 600 миллиметров он у нас устанавливается в этот карман вынимаем заглушку устанавливаем с левой стороны устанавливаем с правой стороны и соответственно по всей длине шесть штук у нас с одной стороны получается отверстие шесть штук с другой стороны сейчас коллега как раз вам покажет пол мы видим у нас рифленый но опять же могу сказать что можно по желанию заказчика заказчик захотел на посадке с остальным полом можно сделать фанеру 27 30 миллиметров на это никак никаким образом удорожание за этого не будет то есть можно либо так либо так это два исполнения пола передняя стенка полтора метра для защиты кабины тягача на может быть выполнена уровень борта может быть по желанию заказчика два метра здесь данном случае полтора метра для того чтобы закрыть кабину это как бы самый минимальный размер и чтобы когда груз пошел она приварная она отгибается и защищает кабину тягача от удара или смерти водителя то стенка очень надежный алюминиевый доски это очень плохо когда передняя стенка если алюминиевый доски спереди сделать они уже груз вышибают доски не водителя может убить в кабине тягача а эта стенка она просто отгибается и И когда груз пошел, получается, защищает водителя внутри кабины. Это очень такая защитная функция этой передней стенки. Закроем борт. Это у нас обтекатель для стилбир, для уменьшения, опять же, сопротивляемости ветра. То есть мы видим здесь две доски и вот этот щит именно оцинкованный, для того, чтобы прицеп шел более обтекаемый и меньше у него была парусность. С одной стороны хорошо, красиво, а с другой стороны это уменьшение парусности ветра. Этот обтекатель очень помогает сэкономить горющее ваше топливо. Видим 4 борта. Когда 4 борта, значит полуприцеп выполнен 13,7 либо 12,6 длиной. Здесь в данном случае 13,7 длина полуприцепа. По ходу движения, это очень важно, что по ходу движения, именно в передней части, спрашивают, где я найти ВИН-номер. В передней части по ходу движения прицепа, вот, ВИН-номер полуприцепа. Для постановки на учетах ГАИ, на всех полуприцепах стилбир, в этой части, именно в передней части по ходу движения, На нижнем швеле всегда убивается ВИН-номер. И ВИН-номер также дублируется на табличке, которая прикрепывается на передней части полуприцепа. Вот выведем табличка SteelBear, ВИН-номер, одобрение типа транспортного средства, нагрузка на оси и нагрузка на седло и модель полуприцепа. Также на полуприцепе установлена воздух-бабка. Вабка. Это мы здесь показываем. На полуприцепе также интегрирован модуль Wi-Fi OptiLink. Вы подключаете приложение OptiLink от Вабка, забиваете, опять же повторюсь, первая буква, в данном случае здесь буква L, и остальные все цифры. Это пароль для этого блока. То есть мы видим L1200145. Это получается пароль для системы Вабка OptiLink. Подключаете смартфон или плашет, и через телефон можете видеть все нагрузки на полуприцепе, как распределены груз, как он давит на оси. То есть все параметры прицепа можете контролировать через это приложение. На прицепе также установлен универсальный блок розеток, воздух 2 по 7 и, соответственно, электрика. Вы можете с любым европейским тикачем, либо российским, без проблем зацепиться и спокойно работать. Сварной шов идет с наружной и с внутренней стороны. Полуприцеп очень качественный с точки зрения именно сварки. Если контролируем раму, вот здесь можно видеть, какие швы. Это шов, это не герметик. И если мы точно так залезем вот сюда, вовнутрь полуприцепа, мы здесь видим, вот он, наш сварной цельный шов. Это важно. Многие производители здесь мажут герметиком, говорят о том, что шведская старня варится с двух сторон, но по-русски говоря, это все болтовня. Варится на с двух сторон, и нужно это делать, а не мазать герметиком здесь. Этот производитель Субир это делает. Также мы видим здесь внутри электрика на жгутах. Мы видим, вот это очень важно. Смотрите, здесь не резиновые шланги, вот на электрике, а пластиковые. Пластиковые, высоконадежные, импортные шланги. Многие производители экономят, они ставят резиновые трубки, они через два года лопкаются, и потом уже все. Ни тормозов у вас нет, ни воздуха нет. Здесь же все именно на таких гибких шлангах. Это не резинка, это гибкие шланги, очень удобные и очень качественные. И алюминиевые ресивера. Также здесь, с этой стороны, тоже можно показать, все на этих же гибких шлангах. Все очень качественно, никаких нерезиновых обмоток, никакой этой шулушки нету, которая отвалится и не будет работать. Сам полуприцеп очень качественный, проварен. Здесь мы видим усилители. Вот они, плодорамы полуприцепа. Все прокрашено, никакой ужащины не здесь нет. Полуприцеп выполнен с помощью трубеструйной обработки, нанесения цинков содержащего грунта, и потом по акриловой системе, которая применяется в автомобильной промышленности, по акриловой системе он покрашен. И очень долговечная краска. Более 10 лет ходит, техника не ржавеет, никаких нюансов. Именно с покраской на этой технике нет. Ну вот, корень, это тоже сах. И опорная плита. Полуприцеп выводом под высоту сила 1250, под тягач 6х4. Ну и, соответственно, здесь универсальное положение, тягачом 4х2, также можно его цеплять. Что очень важно, что тарелка здесь всего одна, но вы можете цеплять также тягачом 4х2. То есть, 6х4 зацепится под это же положение. И зягач 4х2 тоже без проблем зацепится под это же положение. Полное описание этого полуприцепа будет под роликом, развернутое. Обращайтесь в компанию грузовые прицепы, техника в наличии. С вами Алексей Шумилков, коммерческий директор компании грузовые прицепы. КОНЕЦ